Здравствуйте! Вы смотрите новости первого Карганинского. В студии работает Динара Сартаева. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях города. Микрорайон Шахтерский вновь остался без транспорта. Михайловка без пешеходов. Подробнее смотрите в репортаже Амины Смаковой. Гепарды в Караганде. Дикие животные приехали в Шахтерскую столицу с большим московским цирком на Вернанского. Единственное на самом мире, кто работает с гепардами. То есть с ними нелегко работать. Микрорайон Шахтерский вновь остался без транспорта. Здесь снова убрали восьмой маршрут. Местные жители уже несколько дней вынуждены добираться до дома на такси или пешком. Оказалось, временный перевозчик был вынужден приостановить работу маршрута. Почему? Узнавал наш корреспондент. Остановки здесь опустили. Жители микрорайона Шахтерский уже потеряли надежду дождаться восьмой автобус. Единственный маршрут, который здесь ходит, отменили окончательно. Быстрее дойти пешком до Голубых прудов, чем и занимаются последние дни эти карагандинцы. Пешком в основном добираемся, потому что восьмерки так плохо ходят. Не знаешь, ходят, не ходят. Поэтому и не надеюсь, иду пешком. Минут 40-45 приходится идти, конечно. Через посадки очень страшно ходить. Но это мне еще хорошо, я пенсионерка и работаю рядом. А сколько у нас с детками живут? Их надо утром в садик успеть отвезти. В общем, сейчас кошмар, что здесь творится. Ходят и млад, и стар. 40 минут пешим. Другой вариант – такси, которое по карману далеко не всем. И нам пришлось такси взять. 400 тенге взял. Ждали, ждали. Ну, может, они подъедут или что. Автобуса нет, так же, как он говорит. Ну что, пошли пешком. А идти 30 минут мы шли. Автопарк номер три, который раньше обслуживал восьмой маршрут, временно приостановил работу рейса из-за нерентабельности линии. По договоренности с Акиматом, новым перевозчиком стал ИП «Ведлер». Автопредприятие пустило по этому направлению четыре своих автобуса интервалом 30 минут. Однако не прошло и месяца, и «Ведлер» от маршрута отказался. Причин, как оказалось, несколько. Почему мы прекратили этот маршрут обслуживать? Потому что на данном маршруте небольшой пассажиропоток. Я бы сказал, даже маленький. И это очень сильно ударило по нашей организации, потому что мы не настолько богатые, если честно. Очень большие расходы пошли. Почему-то люди на Шетерском поселке, именно подчеркиваю, на Шетерском, они постоянно ругались. Ругались с водителями нашими, с кондукторами, с нам сюда звонили, и матерились, и угрожали, что только не делали. Доходило до того, что люди приезжают, наши водители с «Восьмерки» и говорят, не пускайте нас туда, мы не хотим там работать, уберегите нас, пожалуйста. Потому что это невозможно, невыносимо. В совокупности из этих причин мы решили это дело притормозить, потому что мы не справляемся. Единственным выходом для местных жителей, да и можно ли считать это выходом, стал один утренний автобус. Он курсирует с Голубых прудов до Шахтерского и обратно в течение двух часов. Тем временем в Акимате, комментировать ситуацию, отказались. Найдут ли чиновники решение этой проблемы, покажет время, пока же жители отдаленного района остаются отрезанными от города. В Михайловке единственный пешеходный переход ведет никуда, а других и вовсе нет. Подробнее смотрите в следующем сюжете. Жители Михайловки возмущены до предела. В районе нет ни одного нормального пешеходного знака. По улице Баженова на дороге есть один пешеходный переход. Правда, ведет он не на нормальную безопасную дорогу, а в глубокую канаву. Людям, как спортсменам, приходится перепрыгивать через нее. Если взрослый человек в состоянии это сделать, то ребенку не так уж и легко. Так глупо сделать, вот кто это делал, да? Просто поставить час и спросить его, вы куда смотрели, когда вот это вот делали? Если же по улице Баженова есть пешеходный переход, то здесь по прогрессу его и вовсе нет. Людям приходится добираться до остановки или до детского сада окольными путями. Пенсионеры, мамы с детьми подолгу стоят в ожидании того, когда добросовестные водители решат пропустить пешеходов. Я веду утром сына в школу, это где-то начало 9-го. Невозможно, машины не останавливаются, пешеходного перехода нет. И в общем у нас такие, как водители, они никогда не уступят. Ну, даже маме с ребенком, мы всегда ходим не одни. Вот, если стоит гаишник, естественно, все порядочные люди. Но если гаишника нет, никто никогда не остановится. Нам нужны пешеходные переходы, чтобы мы спокойно могли перевезти детей через дорогу. Мечаться. Поставили хотя бы знак 40 километров. Сделали бы пешеходный переход. Нету этого. Отсутствием дорожного знака возмущены не только пешеходы, но и водители. Ну, ничего нет. Пустота. У пешеходов нету здесь, ни зебр нет, ни знака остановки нет. Здесь участники понаставят машину, не подъехать, не развернуться. Дети здесь ходят. Они оттуда летят со страшной скоростью. Уже сколько раз здесь сбивали людей. По словам местных жителей, они постоянно обращаются в ЖКХ с просьбой поставить хотя бы один дорожный знак. На вопрос, почему пешеходный переход ведет в Канаву, а другого и вовсе нет, коммунальщики ответили. Сначала им нужно приехать на объект и увидеть все своими глазами. А уж только потом решать данную проблему. Амина Смакова, Жаслана Мандыков, Асхат Эбидулов, 1-й Карагандинский. Полицейские задержали лжетеррориста, который заминировал несколько многоэтажек на Востоке-3. Шатняком оказался 22-летний житель Долинки. Сообщение о бомбе в домах поступило 2 октября. Тогда из квартир были эвакуированы 315 человек. После нескольких часов поиска взрывное устройство так и не обнаружили. А накануне стражу порядка нашли телефонного террориста. Безработный парень признался, что позвонил в полицию и заложил бомбу из хулиганских побуждений. Теперь ему грозят штраф, исправительные работы или арест сроком до трех лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 242 Уголовного кодекса Республики Казахстан за видимо ложное сообщение об акте терроризма. Напомним, что несколько дней назад за совершение ряда аналогичных преступлений задержан житель города Караганды в отношении его проводятся следственные действия. В этой связи обращаемся к жителям области. Такие шутки влекут за собой уголовную ответственность вплоть до лишения свободы до шести лет. Карагандинский ЗАГС переходит в электронный формат. Над электронной базой данных сегодня трудятся десятки сотрудников ведомства. Им приходится сканировать миллионы записей, скопившиеся за столетия. К слову, такие же базы данных в рамках пилотного проекта появятся в Астане, Алматы, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Работа по созданию электронного архива очень трудоемкая. В день каждый работник производит от 250 до 300 актовых записей. До 1 декабря Министерство юстиции планирует зарегистрировать почти 2 миллиона актовых записей по Карагандинской области. Преимущества перехода на электронную базу данных очевидны. Это значительно облегчит работу специалистов органов ЗАГСа, да и сократит время исполнения заявлений и запросов граждан. Задачи функции ЗАГСа входят в каждому специалисту ЗАГСа, помимо оказания государственных услуг. У нас сегодня проводится нами работа именно по реализированию этих актовых записей. То есть для того, чтобы сохранить эту актовую запись в том формате, в котором она должна быть. С 1937 по 2008 год в Карагандинском регионе зарегистрировано порядка 5 миллионов записей. Все они должны перейти в электронный формат. На сегодняшний день из этого числа сканированы лишь 47% актов. Сотрудникам придется серьезно потрудиться. Дальнейший архив областного ЗАГСа вольется в государственную базу и будет доступен всем госорганам. Мы находимся в архиве ЗАГС Карагандинской области. Наш архив хранится 75 лет. На сегодняшний день здесь у нас есть актовые записи с 1934 года. И вот я вам сейчас покажу актовые записи этого Тельманского района, бывшего Тельманского района. Она, первая актовая запись, внесена в 1938 году. Алина Акбаева, Габиен Куржбеков, Асхат Абедулов, Первый Карагандинский. Тельманского района Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Найти светлый и красивый бутик – не проблема. Найти просторный офис для бизнеса – не вопрос. Найти большой и надежный склад – нет проблем. Все это здесь, в новом торговом доме «Тумар». Мы предлагаем мясные продукты, рыбу, овощи, фрукты, канцелярские товары, посуду, моющие средства, сувениры и многое другое. И еще у нас большая удобная парковка, домашняя кухня, где можно быстро и недорого перекусить. Торговый дом «Тумар» – это ваш талисман удачи. Мы находимся по адресу улица Молокова, 108. Добро пожаловать во французскую столовую «Биен Веню». Сюда можно пригласить коллег для делового разговора или просто пообедать. Здесь можно устроить детские праздники или романтическое свидание. Банкеты и корпоративы до 50 человек. А главное, «Биен Веню» – это отличный выбор для тех, кто стремится провести свою свадьбу в непринужденной обстановке в кругу близких людей. Французская столовая «Биен Веню». Атмосфера Парижа в центре города. Проспект Нуркена-Авдирова, 9, телефон 909-909. Ежегодно в Казахстане около 4 тысяч человек ждут операции, связанные с трансплантацией органов. Это их последний шанс не просто сохранить здоровье, а выжить. Департамент здравоохранения Карганинской области провел республиканский семинар о проблемах развития трансплантации в области и в Казахстане в целом. Врачи-трансплантологи обсуждали проблемы развития новой отрасли медицины в нашей стране. Для многих пациентов трансплантация органов – единственный шанс к выздоровлению. В первую очередь это касается почечных больных. По стране в операции нуждаются около 1800 пациентов. Это касается сердечников, легочников. Донорами в Казахстане становятся обычно родственники. А вот органы погибших практически никто не осмеливается разрешать брать. В Астане и Алматы работают центры по трансплантации. Но неподготовленность населения очень тормозит развитие трансплантологии. В перспективе подобные операции могут стать общедоступными. Большая часть трансплантации, которая проводится в мире – это родственная трансплантация. Когда родственники или люди, которые подходят по лабораторным данным, они могут поделиться частью одной печени, либо одной почкой. Чаще всего подобные трансплантации родственники проводятся и в Казахстане – где-то 98%. В Караганде три дня будет работать группа пропагандистов Агентства по делам религии Общественного фонда «УЛЕС-2020» Республики Казахстан. Их основная задача – повысить религиозную грамотность населения, раскрыть суть деятельности деструктивных течений, таких как религиозный экстремизм. Наш корреспондент побывал на первой информационно-пропагандистской встрече с молодежью города в Политехническом колледже. История традиционных религий – это история культуры и духовного наследия народа. Несмотря на то, что Казахстан является светским государством, религия всегда играла стабилизирующую роль в отношениях между народами. Она помогает человеку и сегодня выстоит от невзгод, проповедует мораль, чистоту и бескорыстность отношений. Она очищает душу человека от гнусных помыслов и скверн. Но появляются и довольно часто доморощенные мессии, которые уводят человека от реальности. Откуда они берутся? Всю жизнь он работал водителем, но в 1990-м году он объявил себя мессией во втором пришествии. И решил спасать Землю. Спасать каким образом? Спасаться все должны не просто пить чай, да, как вы знаете, чай, они вот кинчай пили с солью и с молоком, но готовились к полету на солнце. Обычно деструктивные религиозные течения ничего общего с верой не имеют. Они возникают по принципу денежной заинтересованности, но обхаживают своих будущих прихожан очень профессионально. Полет на солнце – это цветочки. Религиозный экстремизм – вот болевая точка на сегодня. Особенно восприимчивы к фантазийным обещаниям апологетов новых религий неустоявшиеся умы молодых людей. В первую очередь к ним и обращаются представители пропагандистской группы. Религиозные проблемы, разные деструктивные течения в нашем обществе в данный момент преобладают. Они являются актуальной темой, проблемой нашего общества. И с этой проблемой мы должны бороться. Планируется провести 12 встреч с карагандинцами, представителями самых разных слоев населения. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Гепарды в Караганде. Дикие животные приехали в шахтерскую столицу с большим московским цирком Навернадского. Остров Грез. Так называется новый проект циркового коллектива. О чем грезил во время представления наш корреспондент Сергей Высокосов, вы узнаете из репортажа «С циркового манежа». Курить в библиотеке строго запрещается. Любой театр начинается с вешалки. Это знают все. Но чтобы цирк начинался с библиотеки, непривычно. За 15 минут до спектакля идет некий раус, когда и в фойе могут увидеть артистов, которые якобы идут в библиотеку сдавать книги. И история начинается вообще по сценарию, по спектаклю в библиотеке, куда попадают тоже трое друзей. Искать ту самую книгу, по страницам которой можно пропутешествовать и которая может перенести в любую страну, на любой континент. Вот теперь понятно, мы попали на спектакль. Хотя нет, на шоу. В общем, шоу-спектакль со всеми цирковыми атрибутами. А при чем здесь библиотека? Так ведь это же сказка. А может быть и бы. Сколько можно повторять? Выключите мобильные телефоны. Вы мешаете всем работать. В читальный зал библиотеки Народ спешит мне для потерьки Серьезно, вместе не до смеха быть должно В этом ярком театральном цирковом представлении каждый зритель найдет зрелище по вкусу. Кому нравятся кушечки, они есть на арене. Собачки – пожалуйста. Попугаи тоже развлекают публику. Даже кенгуру доводит эксцентриков до нокаута. Не лезь, что называется, под руку. Вернее, под ногу. До чего доходит публика во время представления, узнаем в конце. Единственный на всем мире, кто работает с гепардами. То есть, с ними, ну, нелегко работать. Я в одной роли, но мы путешествуем по всему спектаклю. То есть, да, мы бываем в разных континентах, регионах. В итоге, там, оказываемся на острове грез, который ждет вас в финале. Я с партнером, мы эксцентрики. То есть, мы ведем спектакль как эксцентрики. У нас нет, к сожалению, клоунов, которые там, да, с красными носиками бегают. У нас тематический спектакль. И, то есть, ну, в принципе, да, какая-то часть юмора, которая все-таки разделена не только на юмор, да, где-то на реакцию, на эмоции, на страх, может быть, на переживания. Да, есть от чего кричать. Начинается египетский кошмар с гепардами. Кошечки, конечно, симпатичные, но с клыками приличными. И, как всякие кошки, привыкли гулять сами по себе. Интрига разворачивается вовсю. А что будет во втором отделении? Не все зрители даже вышли в фойе, чтобы окунуться в буфетную радость. Не до того. Впереди ждет водное шоу с воздушными акробатами, эксцентриками и русалками. Все это вплетается и выплетается из сюжетного многообразия циркового спектакля. Надо прямо сказать, скучать было некогда. Фантазии актеров будили эмоции и у малых, и у старых. Зритель не спал, он наслаждался. Спасибо, очень хороший цирк, очень понравился. Замечательный, профессионально сделан, хорошая завязка. Вот именно шоу. Шоу именно, да. Я парни. Да, Дашу больше всего. Она их назвала, как ты их назвала? Непослушными кисками? Да. Нам очень понравилось в этом цирке, когда вот как дирижаблю выкинули муляж этого, получается, актера. Было очень так забавно и в то же время страшно. Ну, потом, конечно, гимнасты воздушные очень понравились. Ну, а детям, конечно, клоуны. Мне очень понравился этот цирк, он очень хороший. Мама, еще придем? Будем придем, мама. Придем еще. Еще придем. Самые главные ценители циркового искусства, конечно, дети. Их не обманешь. Говорят, что думают. Раз обещано, надо идти еще раз на представление. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости Первого Карагандинского и будьте в курсе всех событий. А я напоминаю, номер телефона нашей редакции – 4206-49. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok